Но есть одна очень важная травма, которая никогда не исцеляется. Вот, хотел бы задать у вас вопрос. Как вы думаете, какая? Чего? Травма развития. Травма развития, да, близкий ответ. Травма развития. Я бы даже сказал, да, вот это очень похоже, но я бы даже сказал, что вот травма, которая не исцеляется, да, это травма сепарационная. Это та травма, которая у нас возникает, когда мы в самом раннем возрасте, ну, то есть проблема даже не в том, чтобы родиться, да, родились и родились, само по себе случилось. Но вот дальше начинают самые сложные вещи, потому что родиться-то мы родились, а потом нам нужно как-то еще сформировать свою индивидуальность. А для того, чтобы сформировать свою индивидуальность, нужно как-то покинуть вот этот первичный симбиотический рай с первичным опекающим объектом. А вот это вот является самым сложным. И вот эта вот травма, она никогда у нас не перерабатывается до конца. Вроде бы, с одной стороны, звучит как бы плохо, да, но вот есть травма, есть, знаете, можно даже так сказать, что вот эта вот травма сепарационная, когда мы отделяемся от матери, это такое событие по значимости, сравнимое с большим взрывом, в результате которого образовалась наша, что там, галактика, Вселенная, Вселенная, Вселенная. То есть большой взрыв произошел когда-то давно, 15 миллиардов лет назад. К нему назад уже не возвратиться, да, этот большой взрыв обратно не, как это, не знаю, ну, не соберешь. Галактики разбегаются, психика наша разбегается, мы ее пытаемся как-то сдерживать, вот. Вот. И иногда психотерапевт-астроном приходит, смотрит в нашу галактику, да, и наблюдает такое реликтовое красное излучение, которое вот в результате разбега образуется, говорит, вот, это рассвет твоей сепарационной травмы. Ну, в общем, по большому счету, с одной стороны, кажется, что плохо, что эта травма не исцеляется, с другой стороны, у меня лично есть к этому такое романтическое отношение, что в попытках эту сепарационную травму исцелить, мы, в общем-то, как-то растем, развиваемся, приобретаем новые способности, и пусть мы никогда вот эту вот рану сепарационную не завечим, но попытки ее-то лечить делают нас сильнее. Как говорил товарищ Мич, да, все, что вот, ну, не убила же нас эта сепарация, ну, попытки ее как-то преодолеть делают нас сильнее. Вот. Вернемся обратно к, собственно, процессу психического развития и к психотерапии. Сейчас попробую связать, может быть, то, о чем я так сумбурно говорю. В общем, смотрите, товарищи, когда сепарация происходит, да, нам нужно изобрести нашей психике особый механизм, который будет позволять нам, с одной стороны, внутри себя формировать какое-то переживание себя, а с другой стороны, нам нужен некоторый механизм, который будет сохранять канал связи вот с этой ушедшей матери, да, до тех пор, пока мы от нее не возьмем все, что нам необходимо, не поместим в собственную психику, не станем сами для себя хорошей опекающей матери, да. Внутри у нас у каждого, по идее, должна быть такая вот какая-то хорошая опекающая, да, объект, который так сидит изнутри, гладит там, не знаю, по желудку там или по надпочечникам, и говоришь, все хорошо, ты молодец, ты классный, вот. Но, к сожалению, особенно если мы здесь находимся, у нас не всегда бывает такая вот хорошая мама внутри, символическая. Ну, ладно, отвлекся. Так вот, значит, нам нужно изобрести некоторый вот этот вот канал, некоторый способ связи для того, чтобы сформировать себя и для того, чтобы пройти в самостоятельной плавании. И вот вот этот канал, что это за канал, как вы думаете? Давайте вечер вопросов и ответов, утро поиграем. Вот что это за способ, что это за механизм? Интроект. Что? Интроект. Ну, интроект, он должен как-то проникнуть в нас. А как он проникает в нас? Перерабатывает. Что? Он перерабатывает этот проект. Да-да-да. Чтобы не затягивать, потому что уже, кажется, тянулась пауза, этот механизм называется речь. Очень важный для нас механизм. Но в этом механизме есть одна очень серьезная поломка. То есть, с одной стороны, механизм прекрасно работает. Мы через механизм, через речь, правда, как-то интроекциируем внутри себя маму. Мама нам говорит какие-то слова. Мы такие сначала возбужденные. Про это говорили на лекциях. То мама говорит, это ты потому что злишься. И вы такие, о, классно, я злюсь. Все, у меня вместо эффекта внутри меня появилось слово. Эффекта стало меньше. И я уже могу не все время злиться, да, там, орать, там, не знаю, краснеть, испускать слюни. А я просто могу кое-то мне сказать, я злюсь. И, в общем, как-то станет понятно. Вот. С одной стороны, это слово очень важное. С другой стороны, вот какая очень важная поломка есть в этом месте. То, что слово, к сожалению, не полностью отражает то, что у меня есть внутри. Вот это, вот я хотел бы, чтобы вы там какой-то красной ручкой это тоже подчеркнули. Это еще одна умная мысль. Ну, такая, как бы, умная полумыслить. Давайте так. Да, потому что так не тянет на самостоятельную. В общем, слово не всегда, точнее, всегда не выражает то, чего мы хотим, то, что мы имеем, то, что мы ощущаем. Вот как раз вот эту некоторую причину, как раз вот это вот некоторое желание. И тогда получается, что, когда мы в своей последующей жизни, да, обращаемся к другому человеку, то, с одной стороны, мы всегда вот в этом месте требуем, не побоюсь этого слова, любви, да. Мы просим что-то, чтобы нам другой человек что-то дал. Почему? Потому что мы на самом раннем базовом уровне связаны с другим человеком, да. Мы, как бы, появляемся в отношениях, мы появляемся через ранние отношения. Травмы наши возникают в ранних отношениях. Мы, когда сейчас занимаемся всей этой разговорной психотерапией, мы, по сути, пытаемся как-то восстановиться или исцелиться в отношениях. И вот мы обращаемся к другому. И мы жаждем любви, мы жаждем внимания, мы жаждем признания. Мы желаем ощутить, что нас отражают и понимают так, как мы себя внутри это понимаем. Мы пытаемся выразить нашу потребность в слова, когда обращаемся к другому. И в какой-то момент понимаем, что выразительных средств языка недостаточно, чтобы выразить все, что мы хотим. И в этом заключается очень большая наша трагедия, да. Потому что, ну, как вот говорят психоаналитики, мы тогда сталкиваемся с тем, что я оказываюсь расщепленным, да. Вот есть моя внутренняя реальность, которую я как-то так переживаю. И она невыразима полностью, да. Есть способ, с которым я обращаюсь к другому человеку. И этот способ плохо работает. Он как бы работает, но работает процентов, не знаю, на один, например, да. Вот так вот. Вот. И мы, получается, сталкиваемся вот с этой трагедией, что мы пытаемся что-то выразить другому человеку. Мы пытаемся от него что-то попросить, что-то потребовать. И сталкиваемся с тем, что наших выразительных средств не хватает. Это такой вот первый момент трагедии такого человеческого существования. Надеюсь, я, ну, как-то не сильно драматичен, вот. Нет? Ну, если сильно, вы скажите. Как иногда заносят, бывает. Вот. А, значит, ну вот. И получается, смотрите, мы как бы всегда обращаемся к другому за каким-то требованием. И это, ну, и получается, да, вот эта вот история, что я никогда не смогу сказать точно, что мне нужно. Это первый пункт. Первая проблема, да. Вторая проблема. Ну, написали, да. Первая проблема, то, что мы никогда не можем выразить себя до конца через речь. Так? Это не единственная сложность. Есть следующая сложность. Что когда мы обращаемся к другому человеку, вот за этим требованием, да, мы другого человека-то, в общем-то, и не видим никогда. Вот это вот вторая проблема. Я, может быть, конечно, ну, немножко тоже чуть-чуть добавлю драматизма, но это, конечно, хорошая идея, да, о том, что мы можем встретиться, что у нас вот там происходит такая вот встреча. Она правда происходит, но эта встреча происходит как-то. Да, мы не встречаемся друг с другом непосредственно, да, потому что это означает слияние, а слияние невозможно, потому что у нас, в общем, когда-то слияние было, но мы его навсегда утратили. То есть мы обращаемся к другому через символического посредника, через наши фантазии. Мы другого человека никогда узнать не можем. Мы можем знать только некоторые фантазии, которые у нас в этом месте возникают. Понимаете, да? И вот это тоже очень важно знать. То есть когда вам кажется, да, что вы про другого человека, про его мотивы, и все прекрасно понимаете, и вам точно ясно, что этот человек, почему он так делает, какие у него есть мотивы, и зачем, срочно вставайте и идите к психотерапевту, потому что с этим нужно поразбираться, потому что похоже в этом месте у вас возникает как-то сбой, у вас немножечко начинает как-то психика работать хуже, не так точно. Вот, поэтому когда вам точно кажется, что вы все про другого знаете, вам кажется. Так вот, значит, мы всегда с другим человеком общаемся через какого-то символического посредника, через наши фантазии, наши представления, гештальтистским языком выражаясь наши проекции, и это прекрасно, потому что помимо проекции, в общем-то, у нас ничего особенного и нет, и мы через проекцию с миром знакомимся. Получается, мы общаемся сами с собой? Это сейчас часть правды, сейчас я дойду. Это да, но нет, вот так вот. Это не точно. Ну, смотрите, сейчас, третий пункт, то есть это пока вторая часть проблемы, есть еще третья часть проблемы. Третья часть проблемы в том, что человек, к счастью, другой отвечает нам из другого места, не из того, из которого мы его спрашиваем. Это ответ вот на ваш вопрос. То есть мы человека всегда помещаем в какое-то место, которое уготовано ему нашими бессознательными фантазиями. И мы от этого человека начинаем требовать того, что нам нужно, причем именно в том объеме, в том качестве, да, как нам мне это нужно. Ну, грубо говоря, то есть так про зависимые отношения, да, говорить. Я, например, не знаю, вступил в отношения, я, значит, от своего партнера требую той любви, к которой я привык. А он, как бы, говорит, а у меня какие-то есть другие способы любви. И у меня, по сути, есть два варианта, да. Либо там продолжать, как бы, требовать, трясти его, как говорится, трясти апельсинку, желая, чтобы с нее попадали яблоки, да. Либо я принимаю вот этот момент, что другой это, как-то не банально, другой, и он, в общем-то, может дать мне что-то, то, что он может мне дать, и мне как-то придется с ним договариваться. И вот это вот очень важный момент, потому что вот в этой третьей части, да, когда мы человека помещаем, какое-то уготованное нашими фантазиями место, требуем от него то, что нам, как мне кажется, от него нужно. А другой отвечает из другого места и дает нам неожиданно что-то, на что мы до этого не рассчитывали. И вот этот вот, вот здесь вот тоже хочу как-то паузу для драматизма поставить. И вот это, получается, является самым ценным даром, который нам другой может преподнести. Потому что, если мне, мой партнер, или вообще любой другой человек, с которым у меня связаны какие-то более-менее длительные, серьезные отношения, возвращает мне ровно то, что мне нужно, он, по сути, укрепляет мой невроз. Понимаете? И развития у нас никакого нет. И тогда мы к другому человеку, по большому счету, не относимся как к отдельному субъекту. Мы относимся к нему, как к некоторому объекту, как к некоторой функции, который должен мне дать то, что мне необходимо. И самая большая трагедия заключается в том, в отношениях, что мои требования могут внезапно осуществиться. То есть, это вот моя, я говорю, я хочу от тебя, чтобы ты меня любил так, как мне нужно. И меня, например, другой человек, скрипясь сердцем, начинает любить так, как мне нужно. Вся вот эта прекрасная история про зависимые отношения, когда другой человек говорит, я, значит, для тебя, там, бла-бла-бла. И это самое страшное, что может произойти как для меня, так и для другого. Для меня почему? Потому что я в этом месте не развиваюсь. Я просто повторяю свою травму, я просто как-то повторяю свой невроз, а второй человек обслуживает мой невроз. То есть, он как бы становится тем, кто свою жизнь фактически мне как бы приносит на блюдечке, говорит, вот, пожалуйста, распоряжайся, как хочешь. И для него это является очень трагической историей, да, потому что он делает не то, что необходимо. И я как бы ослепленный вот этой вот нуждой, не имею возможности задать себе вопрос, а какое мое желание, а почему я хочу именно этой любви от этого человека. Понимаете, товарищи? Вот это вот сейчас умная мысль, реально умная мысль, напишите. Что нам всегда важно сохранять вот этот вот разрыв между нуждой, между требованием к другому, да, и тем откликом, который он нам возвращает. Потому что вот в этом разрыве, в этом асимметричном ответе, когда я хочу чего-то одного, но получаю того, что выходит за рамки моих фантазий, вот в этом разрыве как раз появляется то самое прекрасное бессознательное, которому мы так или иначе апеллируем в психотерапии. Вот потому что вот в этом разрыве появляется как раз вот эта вот пучина первичного такого материала, из которого наше желание рождается. это то, что является как бы сердцевиной нашей жизни, да, это то, что является вот как-то отправной точкой нашего бытия, из которого наша психика появляется. Вот. И времени немножечко осталось, значит попробую как бы вот, ну, вторую мысль я уже сказал умную, поэтому сейчас вот вокруг нее похожу и сделаю какие-то выводы. Выводы, в общем, из этого места такие, что у нас по большому счету, вот если говорить про человеческие отношения, да, есть два типа отношений. Первый тип отношений это зависимые отношения, когда я инаковость другого, что его ответ отличается от моего послания, я эту инаковость не принимаю и заставляю другого быть ровно таким, каким я хочу его видеть. А есть, условно говоря, здоровые отношения, да, в которых я признаю свою вот эту уязвимость перед открытостью к другому, уязвимость то, то, что он мне дает или показывает то, что я еще про себя не знаю, понимаете, да, то есть другое, это как трилляж, да, я смотрю ему в зеркало, вижу ухо свое, думаю, господи, какое отвратительное ухо, лучше бы я этого не видел никогда, но придется как-то с этим ухом жить, тогда получается, что здоровые отношения, условно, да, это те отношения, в которых я готов принять от другого вот эту новизну, которой я еще не готов. Так? Согласны? Ну, придется как-то согласиться, я лег, так у меня как-то подвласть, извините. Но это не то, что я придумал сегодня, да, я скорее так трансфирую некоторые мысли. Вот. И следующий очень важный разворот уже, что касается терапевтических отношений. Терапия это символическое удовлетворение. Это ответ на вопрос о том, почему в терапии мы не удовлетворяем нужды клиента, мы не удовлетворяем потребности клиента. Потому что, если клиент приходит, и мы дали ему ровно то, что он нужно, и клиент ушел, сказал, господи, вот это терапия, вот с первого раза, вот прям попал, вот прям угадал, все сделал, вот все, супер, больше не буду ходить, я уже все про себя понял. Вот есть такая штука происходит, извините, это худшее, что с вами может случиться в терапии. Как это не банально звучит, да. То есть, если вы чувствуете, что этот прекрасный терапевт взял и сделал вам хорошо. И так хорошо, что уже больше ничего не нужно, это как раз просто означает, что у вас невроз хлопнулся, вот. А ваше желание, про которое вы ничего не поняли, ваш симптом, про который вы ничего не поняли, найдет себе другое место. И у вас будет какая-то другая проблема, у вас будет какая-то другая сложность. Потому что симптом, по сути, это способ, способ такого заместительного удовлетворения какого-то бессознательного желания, про которое вы ничего не понимаете. Если мы берем и с помощью какой-нибудь психотехнологии или какой-нибудь ультрабыстрой терапии, там вот есть гештальтехники, например, которые можно просто туда-сюда их использовать, если с помощью какой-то технологии вы берете и симптом разрешаете, это ничего не значит. Ну, собственно, про это еще писал Фрейд, да, то есть, когда он истерию лечил гипнозом, симптом проходил, но симптом проходил на несколько дней, потом он возвращался в другое место. Это что это означает? Это значит, что вот это желание бессознательное, которое заставляет нас желать и которое содержится внутри симптома, оно на себя не указывает, оно не было исследовано. Поэтому можно даже сказать, что это такая третья, такая дополнительная умная мысль, бонусная. Вот. О том, что в терапии нам важно занимать позицию исследователя как терапевта. Исследователя, а не удовлетворителя. Потому что удовлетворителей как раз достаточно и без психотерапии. Вот. Различные технологии, различные, не знаю, курсы краткосрочные, различные тренинги, техники. Я не умаляю качество и важности этих процедур, но у терапии совершенно другое место и совершенно другая позиция. Наша позиция это приглашать клиента не обучать и удовлетворять свои желания, а исследовать, откуда эти желания появляются. И тогда, исследуя эти желания, мы, в общем-то, как-то научаемся их реализовать самостоятельно. Вот. Цель терапии приглашать нас в трудное путешествие, в трудное исследование того материала, бессознательного, из которого вся наша психика появляется. И это место очень сложное. И на этом путешествии, я думаю, что там дальше коллеги уже будут про это говорить, очень много разных переживаний, очень много разочарований, столкновений с какими-то своими темными сторонами. То есть, психотерапия это, в общем-то, путь очень непростой, потому что, опять же, можно разглядеть себе какую-нибудь такую хтоль адскую, что думаешь, господи, зачем я пошел к этому терапевту, сидел бы у себя дома, не знаю, тырил бы жену бы свою, да, не знаю, бухал бы с друзьями, нормально же работало, что я туда поперся в эту психотерапию. Но, есть как-то одна оптимистичная мысль во всей этой пурге, которую я вам нанес. Это интересно и даже полезно. Ну, то есть, несмотря на то, что это сложно, дорого, больно, не всегда красиво, но это очень интересно, потому что, через эту процедуру вы наконец-то можете как-то почувствовать вот эту вот сингулярность, из которой Вселенная-то ваша возникла, как-то приблизиться к самому центру того, что раскручивает пружину вашей жизни. Вот. Сейчас 45 минут, если вдруг у вас остались какие-то вопросы или же какие-то желания, можете забыть. Благодарны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.